что это неправда вот ладно ребят мы начинаем простите нам ностальгические нотки 22 ноября на дворе здравствуйте в эфире и бм еще больше минералов на канале дтфру с вами павел болоцкий зачем-то обнимает руль да сегодня управляет трансляции с руля и захар бочаров да и захар бочаров собственно смотрите начнем не знаю зачем я сказал смотрите начнет традиционно с ну смотрите конечно мы не против начнем традиционно с бегущей строки не гог устроил бесплатную раздачу шутера мдк до того как мдк стал паблик в котором ты орешь над мемасами это был и была игра под названием murder death kill и ее дают бесплатно анагоги потому что гог любит раздавать бесплатно старую парашу попробуйте в детстве я понимаю дико угорал но мне кажется я прошел недостаточно далеко ну она постарела она сильно постарел потому что мы спеть ее стримили типа пару месяцев назад и он так орал вообще от от слова но от того что там очень криво управление там все странно выглядит это очень необычная игра да вот но тем не менее надо быть готовы что это теперь реально старая игра ну скажем platinum games кое-что позаимствовали возможно оттуда в плане фоне там динамики со слэшерности и так далее ладно разработчики clicker heroes 2 и потрясающие сиквелы игры которые никто не знает отказались от микротранзакций по этическим соображениям мне кажется в этом в этом и прикол да чтобы они узнали не они сказали типа и серии зато свои деньги мы будем зарабатывать с чистой совестью вот это их цитата с чего они зарабатывать не знаю кликеры же построены на микротранзакции кликер heroes микротранзакции твоих мышечных движений есть же отвратительный кликер по катамаре есть про и коры про который мне рассказал как раз таки наш общий знакомый которому по цирокет да который сказал что он его весь прошел без доната я не знаю зачем зачем это бессмысленно абсолютно бессмысленно катамаре который надо просто кликать да и можно покупать других принц это из серии печенек вот это вот тема когда на конвейере печеньки ладно аниматор mass effect брал за основу для сцен диалогов раскадровки попу популярного сериала массовка который на самом деле вроде довольно ужасный но я не уверен массовка да не мечта в интернете что он типа хидос но я не смотрел я просто вчера видел эту новость несколько раз и о нем назывались нелестно ты можешь сериал экстрас очень крутой сериал массовка английский осень за может есть какие-то и другие я щас скажу есть чувак которого я боюсь перепутать его имя поэтому не буду его называть но возможно очень поймете о коме актер который он актер сценарист придумыватель сериал в так далее человек который придумал офис сериал английский играет тому собственно роль вот и глава босса да английский вот я вот и он же тебя у него есть сериал массовка я как человек который работал в индустрии сериалов я могу сказать что это просто гениальный сериал в таком же стиле потому что мы когда монтировали интернов мы его смотрели всей с ну всей монтажки и такие орали реально а ну типа очень крутой сериал в каждой серии есть по звезде какой-нибудь там типа в одной серии бэйдэвид боу и участвую и так далее очень смешно очень четко попадает вот типа во все сериальные вот эти фишки и я вам рекомендую посмотреть вот это хороший качество английский юмор окей возможно возможно это было случилось какое-то недопонимание я не осмотрел но я говорю слова массовка она может быть довольно популярным когда я говорю про конкретно английский сериал который в английском называется экстрас да там не так много серий кстати там по не как в офисе два сезона по 6 серий или что-то такое режиссер рейда снимет для тв-сетей hbo высокобюджетный сериал про банды лондона норм российский бюджет пополнился на 7 миллиардов рублей за счет налога на google каждому жителю планеты можно дать рублю в новой зеландии проведут расследование из-за слишком сложного школьного экзамена по математике почему почему не в мое время да да луи виттон планирует засудить краснодарский клуб за использование логотипа бренда очень странно конец очень странные конец теперь надо ему обратить внимание вообще на всю подделку луи виттона которая есть у нас мне кстати интересный факт про луи виттона и рекламирует лайтнинг нет меня обманули как-то давно когда я просто знал имя луи виттона вообще не имел представления ну кроме бренда вот я видел типа луи виттон ну типа очень да знаменитый дизайнер луи виттон да мне сказали что луи виттон это маленький азиат я поверил и потом людям на полном серьезе рассказывал что это так и потом я осознал когда мне сказали что типа я немножко дынул и и и он же стоит на петровско-разумовском рынке продает свою коллекцию именно именно лично приезжает я такой в принципе ну почему нет азиат у азиата вот странные имена луи виттон это причем это звучит как будто очень богатый азиат реально как азиаты часто берут себе псевдонимы для того чтобы европейцы могли проще ассоциировать это звучит реально как фамилия который взял бы азиат себе если бы он стал модельером так что тут самое забавное я до сих пор не знаю как он выглядит когда говорят луи виттоне представляете маленького богатого азиата типа типа глава глава алибабы знаешь вот такого луи виттон на самом деле голограмма одежду девать кодзима в общем и целом вот а еще луи виттон рекламирует lightning и своим фон за 13 забавная тема даже в москве в центре в бутике луи виттоне висела в свое время весной по прошлого года реклама с нулево это нормально на лицо бренда нормальная корр ну нормальная коллаборация в японии все время игровые персонажи что-то рекламировали особенность файл фантазии та же файл фантазии 13 по мнению 13 лайтнинг ретанс рекламировали телефон да было дело вот и это настолько обыденно что для что мы как дикари выглядят как маленький азиат и выглядим в данном случае которого смотри смотри игра рекламирует что ну то есть для них это типа лайтнинг из файл фантазии 13 была признана по-моему журналом фамица самой сексуальной девушкой в истории видеоигр поэтому в японии это как бы был выбор однозначный в плане в плане лица бренда ладно интересно на сайте дтф давайте метнемся у нас все еще будет новости уродска так что вы не расстраивайтесь что так подобная дича такой закончилась она еще не закончил да здравствуй клавиатура и мышь отличный способ управления в видеоиграх статья от которой пахнет пика пахнет ковром который висел в детстве на стене вашей комнаты когда вы садились играть в пика это какой-то наброс реально наброс еще статья является переводом статьи керка хамильтона из катаку ну ладно простим ему его загнивающий загнивающий запад считает что мышка клавиатуры удобно для игр ну камон собственно наверное подводку прочтем в течение многих лет я играл в компьютерные игры только с помощью мыши и клавиатуры в течение многих лет после я играл почти полностью с контроллером теперь я вернулся к мыши и клавиатуре и это стало ярким возвращением на родину ну бог судья как бы все вот это вот ну в целом статья это ода тому что клавиатурой мышь самое удобное устройство ввода ода тому что самое удобное устройство ввода именно так и хотел сказать не было вот спасибо и ну в целом конечно если отойти от популярного мнения что каждому как удобно так он и должен играть то если вот ни за что не обменять свою клавомышку на другой способ управления эта статья помаслят помаслят вашу душу мне кажется очень мне кажется действительно это наброс со стороны потому что ну окей он написал типа воду клавиатуры и мышки но даже не будешь играть клавиатуры но типа с джойстика например если даже играешь все время ты же не будешь играть в шутер с джойстика на к на к пк но это просто не так делал ну я понимаю у меня удобно просто нет я шок это немножко ну окей да соревновательный шутер да хотя мне петь сальников рассказывал как он играл с джойстика в battlefield 1 и это было великолепно но с долей скепсиса да я воспринимаю это все равно с долей скепсиса потому что ну ты не сможешь полноценно ты отыгрывать так хочешь с джоя вот и против мышка юзера проскакивает проскакивал комментарий что любом здравомыслящему человеку очевидно что консоли не нужны спасибо за это мнение тоже верно тоже верно поэтому все что мы говорим бессмысленно когда ты смотришь на вот на нинтендо switch ты понимаешь что очевидно что это ошибка мы почти готовы запустить свои голодные игры эта фраза которая должна цитата которая должна вас немножко взволновать со основателем twitch поговорил редактор портала game industry.biz джеймс бэтчелор а зовут собственно сооснователя твича кевин лин лин рассказал о планах развития недавно анонсированной системы extensions и о том как сделать игру более подходящей для twitch я вчера с удивлением обнаружил что на твиче появились ачивки из серии там типа по по стрим там в течение трех часов набери больше 50 зрителей и так далее да да они все время мне нравится что твич наконец-то начал работать над своим сервисом да потому что они но как не наконец-то не типа не вчера ну типа последний год активно очень происходит работа над твичом потому что до того как была серьезно но не было какой-то конкуренции мало-мальски хотя бы серьезной утвича то они даже и особо не чесались или может чесались но очень незаметно незаметно почесывание так как как бы нафлик который ел таблеточку нами хоть сейчас и нет какой-то серьезной конкуренции для твича тем не менее в целом рынок конкурентов вырос и они вот потребность рынка на самом деле выросла когда появились приставки нового поколения где стримингом по сути вшит в оболочку мне кажется вообще ну и в целом не только с приставками связано на компьютере тоже объем стриминга растет у рынка запроса больше даже если не было конкурентов ты чё до визы видо изменяться иначе появится обязательно вот ну собственно наконец-то можете посмотреть кто стоит за всем этим безобразием и как они планируют его улучшать ну не то что все было плохо но всегда есть пространство для улучшения все могло быть иначе отмененные фильмы вселенной и дисси спасибо спасибо олег за эту а это писал арте миллион а предатель топ-10 а я думал что все что пишется про дисси пишется олегом потому что остальные не имеют права у тебя есть паспорт знатока дисси чтобы писать эту связь за реально виза нужна получаешь там экспертиза проходишь получаешь на год визу может подойти и меняrist я знаю где выдают визу екатеринбурге да в этой в этой сфере плавучей которые которые на тед же писали что она по озеру плавают никто не знаешь это за сферу если вы не знаете experiment anstин бурге есть новым озера на котором есть сфера где на просто круглая хрень который плавает и никто не знает что это сам весело что если пытаются прояснить то оттуда прогоняют игра типа это не ваше дело, там это кафе, там, или что-то какое-то такое, ну, дичь, ну, кафе, в который они пускают, ну, 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 очевидно, что... Элитное кафе, что это такое? У него вход снизу, из воды. Наверное, наверное, или из ядра земли, знаешь, такой лифт, вот, когда-то выйти. Вот там проводится, проводится беседование на понимание вселенной DC. Ну, в общем, возможно, просто... Там просто крики боли у людей, ну, там фанаты DC все сидят, там место силы, вы понимаете, что если эта сфера раскроется... Примерный показ, знаешь. То мир схлопнется, потому что там вот Олег, он забирается там и кричит, когда выходит новый фанатисе, он такой НЕЕЕТ! А полностью звукоизолируемый, поэтому не слышит это абсолютно снаружи. И такая только женщина стоит, пошли-пошли отсюда, пошли отсюда. С веником такой. Вот. То ли по футболу что-то, то ли там ученые тусовались, то ли экспедиции. Поправляю, что ты на реке. Ну, вам виднее, вам виднее. Простите, мы от Екатеринбурга довольно далеко. Да, ну и... Как сказать? Екатеринбург это не серьезный город, поэтому мы относимся... Живу в ЕКБ, первый раз слышу. Проверил информацию, реально, серьезно, погугли, мы не троллим. Реально, есть какая-то таинственная сфера, она там уже довольно давно, это речь про года уже идет, а не про дни или месяцы, и в целом непонятно. Ну, наверняка это фигня, если честно говорить, но все равно приятно. Мне кажется, что это, не знаю, ордпроект, безразличие современного общества к неизведанным объектам в жизни. Я не исключаю. Может, какой-то экзистенциальный кризис замкнутый в сферу, экзистенциальный кризис всего мира. Екатеринбурга. На самом деле, это идеально. Ну, то есть, ты делаешь какую-то... К примеру, я думаю, в Екатеринбурге сейчас все хорошо в плане благоустройства, но, к примеру, ты стал мэром города, абстрактного, допустим. Олег Тауна. Да, Олег Тауна, допустим. Канзас-Сити, например. И не справляешься, много говна не разгребаешь. Ты делаешь какую-то... Ну, конечно, когда каждые два года выходит фильм, не усмевай, лопата высыхает. Не усмеваешь, да. Вот. И ты делаешь какую-то фигню непонятную, люди отвлекаются на нее, как бы, ну, типа, у нас сфера посреди города. И в это время можно потихоньку там что-то вот доделать, подшить и так далее. Мне кажется, это хорошая тактика. Вот. Лигу справедливости мог снять Джордж Миллер, а Чудо-женщину мог снять Джордж Уидон. Киновселенная DC рождалась в муках. Одни и те же проекты постоянно меняли концепции, оказываясь, в производственном аду должен был выйти в 2009 году в фильм по Лиге справедливости. Был отменен за несколько дней до начала съемок. Вчера в интернет выложили полный плакат Лиги справедливости, на котором нарисован Супермен. И все такие, типа, о, спойлеры, оказывается, там есть Супермен. Я вообще не понимаю, как можно думать о том, что в Лиге справедливости не будет Супермена, когда последние кадры Бэтмена против Супермена показывают, как с его гроба подлетает земля. Ну, то есть... Да, и знаешь, люди... Ну, это же очевидно. Я даже больше скажу. Это просто Супермен. Я не понимал людей, которые мне говорили, типа, ну, это же ничего не значит, это же ничего не значит, это всего же один кадр. Ну, типа... Ну, я реально слушаю это с постным лицом и такой... И при этом еще там... Вспомните хоть одного супергероя, которого убили навсегда. Говорят Кевиллу, будут замазывать усы, и люди говорят, ну вот, смотри, Кевиллу замазывают усы, он будет в фильме. Возможно, это будут флешбеки, а на самом деле он не вернется, то есть вот как бы вот такая вот история, ну, камон! И выложили этот постер, и прям такой, типа, ну, окей, могли бы сразу так сделать, вы бы ничего не потеряли. Да, все равно Кевилл там появляется даже в трейлере в первом, ой, в последнем. Да-да! Но непонятно, кстати. Но он появляется. Он прямой, по-моему, не показывает. Нет, в смысле, он появляется, в поле же стоит там, и эта сцена, типа, флешбек. Но какая разница? Ну да, ну то есть, ну, на какой-то... Он же есть в фильме, значит, можно на постер Шандарахнуть его. Вот именно! Ну то есть, вот именно! Вы могли бы с самого начала сделать. В костюме Реднека такой стоит, типа. Причем там еще так, знаешь, делали, что силуэты других героев выкладывали на постере так, что вместе, вот очертания, которые складывали их лица, они в... Лик Супермена образовывался, как бы. Да, образовывался. Ну, это настолько, как бы, вот уже... Которые видят все фанаты DC, когда идут на фильмы, они такие, типа, 25-м кадром. Точнее, всеми кадрами, кроме 25-го, они видят гигантский... А в 25-м Супермена. Да, и такой... Вот это неожиданно, вот это неожиданно. Вот, короче, киновселенной DC могло все пойти по другому сценарию, как пишут в трейлерах игр Дэвида Кейджа, все могло пойти иначе. Вот, вы можете прочесть, как все могло пойти иначе. Или как Артаваст рассказывает про свою жизнь Дэди Диэра, все могло пойти иначе, а не пошло. Вот, интересная статья будет для фанатов, соответственно, комиксов и супергероев от DC. Да забейте, это... Ну, то есть, я... Все поклонники DC, я призываю вас отрешиться от этой франшизы. Да брось. Там комиксы хорошие, как-нибудь. Ну, не обязательно. Ну, как сказать. Не ходите в кино. Супергеройские комиксы, забейте. Ну, найдите что-то более интересное и глубокое. Бабл. Бабл, да. Надо быть фанатом отечественного производителя. Я жду Чумного Доктора, вот это вот, будьте вот... Скупайте. Майор Гром. Да, Майор Гром, Чумной Доктор, по-моему, называется фильм. Очень странный трейлер я посмотрел с Комик-Кона, который... Я до сих пор не посмотрел. Там нет Майора Грома. Ну, ладно. Ну, в целом, да. А кто будет? Козловский будет играть Майора Грома? К сожалению, нет. будет играть тот парень, который играл Майора Грома в короткометражке Майора Грома. Да. А то есть они решили оставить. Хорошо. Неплохо. Но его нету в тизере. В тизере есть пацан. Значит, его не будет в фильме. Да, да. На постере внимания должен. А, кстати, прикинь, а я же знаю спойлер, я могу заспойлерить всем фильм сейчас. Потому что я читал комикс. Что будет в... Кто такой Чумной Доктор? там показывают. Там личность не раскрывают, но показывают. Ну, на постере лиги справедливости вместо Супермена появляется Майор Гром. Дуров, Дуров, Чумной Доктор. Было бы, Дуров, да? Окей. Нет, самолётики. Восстание, да? Да? Дуров? Ну, там есть персонаж, который списан с Дурова. А, окей. Вот. Окей. Вот так вот. Приятно просмотрим. Я, 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 я злодей. Поэтому трейдер... Хотя я, кстати, я мог перепутать, потому что это было, типа, несколько лет назад. Вот, но оно нет. Чувак, я думаю, настолько вообще, настолько непринципиально, учитывая то, что неизвестная ещё какая сюжетная арка ляжет. Говорят, Майор Гром стоит у Ларька в трейдере. Ну, извините, что я не заметил. Шурм уже я. Отливает, знаешь, такую пока никто не видит. Вот. Но, блин, реально, если бы такие, знаешь, сегодня Супермен, и потом на пост Религии Справедливости появляется Майор Гром, я бы, я бы описывался от счастья просто. Это было бы прекрасно. Основной блок, наверное. Да, основной блок, дорогие друзья, потому что донатов никто не прислал. Да. Я расстроен. По идее, день зарплаты был несколько дней назад. Почему? Уже всё потратили. Что, что, как так-то? Они, они ходят по другим стримерам. Я чувствую, который мне отвечает, кстати. Я ему пишу, типа, Денис, мне от тебя кое-что нужно. Он такой, ой, я не могу, я типа в аэропорту, я вот уже вернулся в Москву, ответь, Денис. Ты, зритель Дениса, иди напиши ему, чтобы он мне ответил. То есть он мне отвечает, но не говорит то, что мне нужно. Нормально. Я на него запрашиваю одно, а он мне такой, типа, начинает задирать про сложности свои, что он в командировке там и так далее. Вот. Ладно. На тестовых серверах Overwatch появилась карта, это должно было случиться, карта под названием Blizzard World. Ее нормально вчера говном обмазали все фанаты, я прям походил по соц. сеточкам, почитал. Никто недоволен. Как всегда, никто недоволен. Сейчас расскажешь. Никто недоволен. Вот. Игроки уже могут опробовать локацию, оформленную в виде тематического парка развлечений. Зачем в моем... Такая новая идея. Зачем в моем Overwatch вот этот вонючих Heroes of the Storm. А мне, если честно, нравится концепт. Давно играл? Нет, я говорю, концепт нравится. То есть чисто, чисто концептуально, мне кажется, это норма затеи. Но для игроков нет. Игроки недовольны, да. Очень запутанная игра. Вот похоже, что человек, который это придумал, он не игрок. Он такой, о, концептуально интересная мысль. Такой, сделаем карту. А игроки такие, come on. Ты в свою игру-то поиграй. Каплан, поделай свою игру. Карту Blizzard World анонсировали на фестивале BlizzCon 2017, на котором, собственно, не анонсировали ничего, кроме дополнения. Я ждал, что анонсируют Blizzard 2, а они не анонсировали. Blizzard 2? Да. Я жду этого момента, когда соберут пресс-конференцию и скажут, что у нас есть мощный... У Ubisoft такие выходят, у нас есть мощный анонс. Ubisoft 2. И анонсируют новую компанию. Они типа переходят на новый уровень, там, это не знаю, производства игр. Не, ну это было бы прикольно, это было бы неожиданно, это было бы стили Кодзимы, допустим, ну то есть такое вот... Кодзима выходит и анонсирует Кодзима 2, который выходит из-за сцены. Из-за него же, знаешь, такой вот, скидывает чешую, из него уходит второй. Ну, более что-нибудь такое надо сделать, уже реально достали, но то есть, что-то... То есть, тебе уже не хватает вот этих тип теорий заговора вокруг Кодзимы, ты такой, я хочу просто второго Кодзимы, чтобы их стало еще больше. Я столько раз видел, знаешь, эти картинки из серии эти буквы отпечатаны, а потом анонсмент идет какой-нибудь, ну, допустим, Red Dead Redemption 2. Это очень круто, но это ожидаемо. Если бы Rockstar вышли и сказали Rockstar 2, все, при этом первый Rockstar остается и будет поддерживаться некоторое время, а второй Rockstar будет с лутбоксами, например. Вот, и как-то вот это было бы неожиданно, это было бы клево. Кодзима 2, это вот будет хорошо, в общем, я считаю. И представляешь, как другие компании, они мгновенно стали бы унижены. Они типа Nintendo просто, а есть вот Rockstar 2, то есть они уже на следующей стадии. Пока ты разрабатываешь в 2017-м, они уже в 2147-м. Слушай, я не хочу тебя расстраивать, но концепция, которую ты сейчас придумал, она существует уже давно, и компания открывается просто с цифрой 2 никто не делает. Да, я понимаю. То есть задумка изначальная, ну, изначальная, она как бы интересная, но при более глубоком погружении в нее... Ты бросился просто, просто мир, в котором хотелось бы жить. В Blizzard Bolt поехать и узнать там. В Blizzard Bolt. Да. Локация представляет собой, как вы могли догадаться, парк развлечений, посвященный таким играм, компании, как... Давайте, знаешь, вот если бы у нас была такая, знаешь, аудитория, которая типа... Куча, мы такие, типа... Таким играм, как и микрофон, такой-то, да-да-да, потому что в Blizzard всего 3,5 игры. Кто хочет стать миллионером? Warcraft, Starcraft, Diablo. Карта предназначена для режимов захват точек и сопровождения. Также апдейт добавила в игру возможность удалять из лобби всех ИИ-противников, одной кнопкой. Наконец-то. Группа риска начала, приступила к работе. Да-да-да. Да-да-да. Да-да-да-да. Мемчик знаменитый, где сидит этот член жюри, нашел голос, да-да-да. Хочет нажать на кнопку. И промахивается. После нового апдейта. Потому что клешни у него, вместо рук, играть он не умеет. Господи, мы такое вчера видели. Тут все. За себя новость училась, моя дорога. Проклешни. Мы вчера, ты с нами не пошел ужинать, и мы когда выходили, там на выходе из кафешки, была газета Коммерсант, где было написано, что там было, Паш, не помнишь? Крабы, что-то там. Это пошлина на крабов какая-то. Что-то, что-то, крабы, что-то, что-то. Крабы что-то разрешили. Да. Нет, это суть статьи была. Там заголок был потрясающий про крабов что-то на газете Коммерсант. Мы такие, тиш. О, а еще дальше они пошли. Это супер кликбейтный, кстати, заголовок сработал на 100%. Мы взяли газету. Вот. Иллюстрацией была фотография девушек в костюмах крабов в балетных пуантах. Какая-то, есть ли я? Я такой сюрдый. Во-первых, я больше не буду слушать обвинения по поводу того, что у меня наркоманские мысли по поводу анонса сиквелов компании и так далее. Во-вторых, этому было какое-то логическое объяснение вообще? Там что-то про пошлину на крабов в статье было. Или, или типа того. Ну, то есть, ничего интересного. Но, но, типа, Коммерсант. Но, но как-то перформанс был просто великолепный. То есть, это реально чисто такой, ле классик кликбейт. Причем физически газет. Да, да. Сработал реально на 100%. Хочется взять и понять, что, черт по делу, происходит. Вот. Так вот, про карту Blizzard. Я хочу сказать, что, во-первых, новая карта. Давайте так, давайте поговорим о позитивном. Новая карта, это хорошо. Безусловно. Позитив закончен. Если это не больничная карта. В остальном случае, хорошо. И не волчи. Волчи карта. Волчи карта. Вот. И, соответственно, почитал я отзывы игроков. Ну, слушайте, давайте будем честны. Там, то есть, фан сообщества Warwatch, Вконтакте, это, возможно, не лучшее место для того, чтобы найти объективную информацию. Но я, как бы, дальше лезть не стал. Вот. И, в целом, довольно токсичные комментарии. Серия, очень, карта большая, бессмысленная, в плане того, что все, по-настоящему. А Джефф Каплан такой, какой пенис. Да. И, причем, ну, вот. Да, да. Вот, карты, говорят, очень много, очень много узких проходов, во-первых, где, она сама, скажем так, очень много нагромождений, насколько я понял, разных объектов, очень большая, при этом, либо ты блуждаешь, либо встречаешься с кем-то в узком коридоре. И, как бы, игроки не в восторге, потому что из серии долго бегаешь, а потом быстро размениваешь. Ну, общее, общее впечатление такое, помимо комментариев из серии карта шлак, карта говно, Blizzard горит в аду там и так далее, которые непременно будут в любом случае при любом апдейте, в основном, типа, негативные отзывы, кто-то говорит, типа, красиво, цветастые и так далее, но просто дело в том, что в Overwatch уже есть какой-то пул любимых карт у игроков, и в T-Stence тогда, конечно, не очень просто. А, по поводу Гензи, у нас, по-моему, нету этого. Вчера разработчики из Blizzard подтвердили, что у Гензи есть пенис, это правда. По-моему, чуть ли не Джефф Каппл, он сказал, что... Зачем бороться с проблемами в сообществе? Давайте просто будем банить неугодных, значит, которые... Банить тех, кто играет за одного персонажа, не будем вводить систему киков внутри команды, а просто будем заниматься всякой фигнёй и подтверждать, что у Гензи есть пенис. Это же важно. Это лор. Это лор. Это важный пенисный лор. Лорный пенис, простите. Реально, пенисный лор. Вот это вот прям максимально чётко. Пенисный лор было, да. Вот, и, в общем, сказали, разработчики из Blizzard, это абсолютно 100% подтвердённая информация, не фейк. Врач у горла пениса с компанией Blizzard, УХП... УГП, простите. У горла пенис. Что? Обработалось. И, соответственно, подтвердил, что у Гензи механическая часть, только верхняя, а снизу у него всё в порядке и функционально. Лошара. Надо было наоборот делать. Осталось единственное... Очевидно, лучше, когда снизу механическая. Что с пенисом у Адама Дженсона, осталось узнать. И мир будет полный. Подожди, Адам Дженсона что, ни разу не это? Никого за всё это время? За две игры? Ну, можно, мне кажется, теоретически, можно кого-то и не своим. Если есть аугментация, условно, в лор вписывается, что это механический пенис. А, подожди, у него же рука всё время трансформируется. Дженсон, Дженсон руки-пениса, соответственно, да? То есть, мы, мы, знаешь, это вот смешно, пока ты не узнаешь, что существует действительно такой фильм, только там не Дженсон, Сто процентов, да. Я уверен, что в интернете есть такой порно, двести процентов. Двести процентов. Есть развлекательное кино. Скажем так. А порно это арт-хаус, да, тебе не порно. Не, не, баш есть. Нет, просто есть не порно. А, окей, ну, знаешь, этим ты никого не удивишь. Это же он назывался, не ерубой, а. Не надо, не надо грязи, бежит, это не порно. То есть, это кино про супер-героев, кстати. А, нет, там не Скайбокер играет, но, короче, где, а, чувак где-то в анвале собирает, короче, оргазмобой, по-моему. Он ей собирает пушку, которая, короче, выстрел. А, Капитан оргазма, что ли? Капитан оргазма. А, ну, это старый фильм, это старый, типа, комедийный фильм. А, он собирает пушку, которая, так, да. я, 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 когда работал в видеопрокате, я, все время ходил мимо полки, вот, с комедиями, там был вот этот Капитан оргазм, я всегда смотрел, думаю, блин, наверняка же говнина страшная. И, и вот я, как вот, я смотрел на эту обложку, я так фильмы не посмотрел, но, но вот впечатление, вот эти воспоминания, осталось об этой обложке. Я не могу, я не могу в контексте Капитана оргазма не вспомнить великого человека по имени Олег Горячо, который записал курсы того, как надо танцевать в клубе на четырех дисках, а я взял это в качестве одной из первой работы по фрилансу, переводить субтитры на английский язык. По две тысячи за диск, и, соответственно, Олег Горячо выглядит как мистер Пропер. Мне кажется, это была бы идеальная команда, реально. Капитан оргазма и Олег Горячо вместе сражаются с, с этим, с майором Громом. Все, отлично. Идеально. Бабл, вперед, я готов. Я готов. А ты в передаче переориентировался еще больше пенисов, а она всегда была про это. К сожалению, у меня плохие новости для тебя, просто минералы, они как бы завуалированные пенисы. Это цензура, да. Да. По поводу мистера Горячо и танцев, есть классический орный ролик, скажем так. Орный, просто для безумия. Есть орный ролик, а есть орный ролик. как танцевать техно, по-моему, называется. Про чувака, который учит танцевать техно, называя все движения какими-то смешными вещами, типа, вы даете корову, типа, вы, типа, баскетбольный мяч, там, вы играете в теннис, там, посмотрите, это реально... накачивает насосом, это реально очень смешно, а потом... Это очень похоже, это пугающе похоже на то, что я переводил. А потом он такой говорит, давайте все объединим, и начинает там, типа, а, еще, как там, типа, мальчик, умственнад сталый мальчик, или что там было, типа, это такое, вот, типа, блин, это очень крутой видос, мне прямо сейчас захотелся... не, по-моему, бельгийский, по-моему, бельгийский, да. Это просто гениально. Что ж там было, кроме этого, что-то еще? Пишут, что капитан оргазма, одна из первых работ Трея Паркера и Мэтта Стоуна. Серьезно? Создателей, да, Саус Паркера. Стоит посмотреть. Они там играют главных героев, теперь вы знаете больше, спасибо за это. Он глупый и смешной. Ну, я догадываюсь, уровень... Там ножонки, нет, шутки построены на том, что он стреляет в Саус Парк, и собака весь фильм пытается трахать ему ногу. Ну, то есть, вот так вот. Ну, похоже, похоже на них. Хорошо, что они немного проапгрейдились и все-таки стали делать в Саус Парк. Как мы так уехали? А, все, вспомнил. Про поводу пениса Гензи, это реально 100% full proof, full bullshit proof информация от Blizzard. Как говорят в западном интернете, pick or didn't happen. Я требую картинку с пенисом Гензи. Я готов. Я готов. Я не понимаю, как ты сидишь в интернете и не попадаешься на эти картинки. То есть, там столько много полива по Overwatch в нашей милой сети. Я просто не ищу его. Оно само тебя находит. Если ты долго не видишь полный лошадь, тебе звонят в дверь и говорят, хотите взглянуть на картинки трейсера? Не, ну трейсер, это ладно. Ну, а там же это. Ну, короче, ты не поверишь, на что способна человеческая фантазия. DICE объявила дату выхода дополнения «Волны перемен», которые накроют вас в игре Battlefield 1. Которые смоют всю грязь с берегов Battlefront. Да. О, прекрасно. Не думал в Electronic Arts его провал на пиарщика? Нет, там слишком хорошие пиарщики. Во всяком случае, в русском отделении мне все нравятся. Теперь. Студия также рассказала, когда станет доступен бесплатный проводный период для обновления «Они не пройдут», который у вас, наверное, ассоциируется с Павлом Болоцким, и «Во имя царя», который у вас, наверное, ассоциируется с русскими. Разработчики онлайн-шутера... Так, я разнес Павла Болоцкого и русских в разные категории смысловые. Интересно. Разработчики онлайн-шутера Battlefield 1 заявили, что следующее дополнение под названием «Волны перемен», Turning Tides, появятся в игре 11 декабря, но только для обладателей премиум пасс. Пробный доступ к дополнению они не пройдут. Для обладателей базовая версия откроется с 22 ноября по 4 декабря во имя царя с 8 по 10. Во имя царя с 8 по 10. Приходите вовремя. Талончик получайте. С 22 ноября по 6 декабря все пользователи смогут пройти сюжетную кампанию «Падение империй». В ней разработчики совместят две операции «Завоевание ада» и «Железные стены». Я надеюсь, вы не запутались в названиях. События вдохновлены битвой при Виторио Венето и Мёс Аргонским наступлением. Оба сражения произошли в 18-м году. Пёс Аргон. Ладно. В 18-м году, то есть уже под закат войны. Ранее сотрудники рассказали о первой волне дополнительного контента, который станет доступен вместе с грядущим глобальным обновлением. Игроки получат сражение на двух картах в возвышенности «Ачи Баба», я так понимаю, «Баба», «Баба», не знаю, извините, «Баба» давайте, «Ачи Баба». Слушай, ну, подожди, во-первых, живых ветеранов не осталось, поэтому ты как бы никого не оскорбишь. Ну, граммарно все, скажем. И с ударением у меня в последнее время беда. Начиная от «Катины», заканчивая «Тайной Коко», я прекрасно... Нет, «Тайна Коко» это... Подожди, я думал, бы ты специально так прочитал. Я не знал, «Тайной Коко». Весьма ничего, он про принятие смерти. Через «Коко». Через «Тайну Коко». Здесь же на полуострове Галлиполе развернется действие новой операции. В Battlefield также появится дополнительный элитный класс инфильтратор, специализирующийся на скрытых убийствах. Проникновитель. Проникновитель. Шесть типов огнестрельного оружия и два вида оружия для ближнего буая. Из техники станет доступен эск... эск... эскадренный... Эскадренный... Эскабренный... Ладно, миноносец, короче, типа Эл. Я неправильно читал это слово все это время. Ладно, окей. Вторая волна контента, которая начнется в январе 2018 года, добавит в Battlefield 1 еще две карты в Северном море. Одна будет называться Гельголландская бухта, а вторая Зебрюгья. В одно слово... Также появится возможность игры за королевскую морскую пехоту в Великобритании и огромный дирижабль класса С. Ура! Огромный дирижабль класса Си появится. Восхитительно. Запоминается последняя, поэтому я запомню эту новость как то, что в Battlefield появится огромный дирижабль. Это все хорошо, но я придумал другое. Давай. Если будет игра по фирму Пятый элемент, то Season Pass будет называться Мультипасс. Шестой элемент. Господи, в DLC ты покупаешь шестой элемент. Ну ладно, я что хотел сказать. Важное, самое важное, что вам нужно подчеркнуть из этого. Что будет дополнение в Battlefield 1. во-первых, для обладателей базовой версии с 22 номера по 4 декабря вы играете в Они не пройдут, это платное дополнение, а во имя царя вы играете с 8 по 10 декабря. В Они не пройдут вы играете в Бласс? Блатно? Бесплатно. Бесплатно можно попробовать вот в эти периоды. Но иметь надо игру ванильную. Да, ванильную надо иметь базовую, да. Кстати, они не пройдут очень, типа тепло было встречено во всяком случае всеми моими знакомыми, двумя людьми, которые играли в Battlefield 2, именно они не пройдут, не потому, что мало человек играет, потому что я знаю только Павла Болоцкого и Петра Сальникова. Они не прошли. Да, человек, который играет в Battlefield периодически по долгу службы и просто потому что им нравится. Во имя царя тоже очень было тепло воспринято. Так я про него говорю. А, я думаю, они не пройдут. А, я перепутал. Я имел в виду во имя царя, а то, что они не пройдут. Оно тоже было хорошее, просто во имя царя там больше всего. Да, да. Соответственно, блин, прикольно. Прикольные новости мне нравятся. Тогда подожди, бессмысленно. Я хотел сказать, что во имя царя очень классно поиграть в они не пройдут. Нет, во имя царя тоже можно, только меньше. Всего три дня с 8 по 10 лет. А, окей. То есть, можно, но меньше, потому что оно вышло недавно. В общем, попробуй. Если у вас есть Battlefield ванильный, вы такой, эх, как я. Типа, не буду покупать DLC. Все равно не буду столько играть в Battlefield. Это хороший повод хотя бы пару дней погонять в Battlefield. Ну, как демка DLC, условно говоря. Вы можете погонять. Если вам по духу, то покупаете. Не по духу, не покупаете. Все очень просто. Вот. Спасибо. До свидания. Не, у нас просто рубрика Steam сейчас будет маленькая. Да, небольшая рубрика Steam. Да. Valve изменила систему обзоров в Steam для борьбы с ботами. Спасибо, Valve. Ну ладно. А что там с Half-Life 3? Она в глубокой в глубокой в заморозке. В глубокой разработке, да. В очень глубокой. Бесконечной. Только Genji сможет ее найти. Бесконечной выколопать оттуда только сможет. Из этой глубокой разработки. Из этой бесконечной ямы производственной ямы. Где-то глубоко в карте Blizzard Wall Банковский причем, да. Пользователи, оценивающие отзывы в невозможных сейчас, давайте так. Это надо... Вам надо подготовиться к этой, потому что это очень сложное предложение. Она звучит как вызов. Да. Пользователи, оценивающие отзывы в невозможных для человека количествах будут меньше влиять на то, какие обзоры появятся на странице в магазине. Реально... Спасибо, Антон, за это предложение. После этого реально хочется оставлять отзывы в невозможных для человека количествах. Да, да. Сейчас я буду оценивать все игры. Да, да, да. Сначала я должен установить все игры. А потом поиграть немного во все игры? Нет, нет, не обязательно. Там, по-моему, не сразу открывается возможность. По-моему, надо хотя бы запустить. Учитывая, что запустить, наверное, нужно. Типа, что хотя бы 0,1 час в игре было. Кстати, вот они столько работают над отзывами. Почему бы им не сделать так, чтобы поставить... Да. Ну, хотя бы час. Ну, потому что очень много говна, в которые час не будут играть. Просто, понимаешь, тогда они отсеивают негатив. Вдруг есть люди, которые поиграли... К тому же, вот поиграл полчаса и понял, что игра говнища, хочу написать отрицательный отзыв. Иду такой и пишу. Ну, ладно. У меня 0,05 часов. Ну, хорошо, я понял. Они так же мысленные, как я, потом такие, да нет, глупости, пусть сразу пишут. Все равно мы поставим счетчик, где будет написано, что он лошара и поиграл 10 минут. Для того, чтобы предотвратить манипуляции с отзывами, Valve сменила формулу, по которой высчитывается полезность пользовательских обзоров. Теперь голоса с аккаунтов, которые оценивают как полезное или бесполезное аномально большое число отзывов, будут иметь меньший вес по сравнению с остальными. То есть это не просто о самих отзывах речь, о отзывах на отзывы. Сложно. То есть рецензент на рецензии. Насколько далеко ты можешь зайти, да? Да. Кстати, это интересная тема, ведь можно же открыть ресурс, где на самом ресурсе не будут писать, например, про игры, а будут просто собирать все, как метакритик, ты собираешь все рецензии, но ты пишешь на них обзор. То есть пойти чуть дальше. А потом снимаешь реакцию на чтение обзора на обзор. Типа, что вот этот, что этот Нинтендо с ним позволяет из Катаку? Что он написал про моего любимого Ведьмака? Что он с него играл, типа... Нинтендо из Катаку. Да. Если число голосов с одной учетной записи будет превышать некую норму, то с каждой новой оценкой мнения... Сейчас еще начнут шеймить Steam за то, что они ввели норму. Из интернета цитаты, как типа у вас на аватарке аниме, поэтому ваше мнение не учитывается. Знаешь, вот это вот... Вот, ну в общем, если норму не выполнил, то есть перевыполнил норму, то с каждой новой оценкой мнение пользователя будут учитываться все меньше. Сделано для того, чтобы предотвратить накручивание оценок обзоров для их показа на странице игры. То есть ты можешь написать обзор, потом завести 100 аккаунтов и еще залайкать свой обзор, чтобы он вышел в... Когда ты настолько не любишь игру, что ты пишешь отрицательный отзыв со 100 аккаунтов. Да. Со 100 аккаунтов зашел и поставил. Нет, со 100 аккаунтов ставишь лайк своему отрицательному отзыву. Чтобы он вышел в топ. При этом еще пишешь отрицательный отзыв, потому что аккаунт все равно А еще на другие 100 аккаунтов. Это вообще огромный circle jerk. Да, да, да. Самому себе причем. Как это, знаешь, шахматисты, которые играют на несколько столов. Я не помню, как это называется. Но в общем, ты понял. При этом ты... Такой типа... О, я придумал даже. Он сидит в этой сфере в Екатеринбурге и вокруг него, не знаю, сколько там вокруг, 20 компьютеров и он на крутящемся стуле яйца такой типа подвешенным в сфере. То есть это настолько прекрасная картинка. Он такой типа так, говно, 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 лайк, лайк, лайк. И сфера раскручивается и плавает при этом. Да, поэтому она и передвигается, чувак. Тайна раскрыта. Вот, все. Тайна кока раскрыта. Намерения некоторых пользователей явно отличаются от мотивов обычных игроков. Они отмечают, да, потому что обычные игроки играют, а другие пишут типа претензии. Они отмечают как полезные. Что со мной не так? Ну, как бы, никогда не думал, что я сделал ошибку слоя полезные. Болезные. Болезные отзывы. Полезные. Они отмечают как полезные или бесполезные более, больше 10 тысяч обзоров одной и той же игры. То есть, как это вообще возможно? Лайк или дизлайк доставят? Отзыву? Соответственно, 10 тысяч обзоров, да. Неплохо. Такое поведение не только невозможно для человека, но и явно не является отражением того, насколько полезными были эти обзоры. Эти пользователи, как правило, признают полезными отрицательные обзоры и отмечают положительные обзоры как бесполезные. Либо наоборот. Пытаясь исказить порядок отображения обзоров по умолчанию. Вообще, кому это надо? Вот я просто пытаюсь понять, человек, которому реально надо это. Смотрел видео? Ты знаешь, на сайте YouTube ты такой, мне нужно, чтобы кто-то поставил 10 тысяч дизлайков этому обзору срочно. Как это? Видео хулиган в супермаркете, когда чувак берет сахар и подкидывает его к макаронам, а потом идет такой ха-ха-ха. Вот, мне кажется, это такого рода. Я все время так делаю, но не сахаром, а просто совсем подряд. Давайте я заминусую типа хорошую игру и обзоры, причем даже не заминусую игру, а заминусую обзор к игре хороший. То есть это какое-то гадство совсем мелкого порядка. Я действительно не понимаю, с чем может быть. Так это не гадство. На самом деле, я когда это делаю, я такой думаю, блин, людям, которые работают в супермаркете, все очень скучно, им нечего делать. У них все всегда разложено. Надо типа, ну подкинуть им работенки, а то они засохнут на своем месте, реально стоять. И тебя я такой беру, там, не знаю, в мороженое кидаю в мясо, например. В человеке, в продавца, знаешь, так, что стоишь, да. Работай! Слышь работать, как этот блокад с ними. Да. Кроме того, на страницах в магазине пользовательские отзывы будут появляться в соотношении близком к общему рейтингу игры. Очень грустный комментарий, Арика, про первого, в магазине так и есть. Черт, черт. Прости, ну просто это было, важно было подтвердить истинность этой зарисовки. Так, если 80% всех обзоров на продукт положительные, то по умолчанию на странице можно будет увидеть 2 негативных и 8 позитивных отзывов. Изменения на данный момент запущены в бета-версии, но по желанию их можно отключить. Valve собираются совершенствовать систему и дальше. По словам разработчиков, они хотят, чтобы рейтинг игры как можно точнее отражал отношение пользователей к ней в том или ином виде. Также они собираются помечать обзоры, в которых описаны проблемы, встречающиеся не во всех регионах. Например, некачественный перевод. Ранее в сентябре Valve добавила графики пользовательских отзывов, чтобы можно было отследить массовые наплывы отрицательных или положительных обзоров. У нас на самом деле следующая новость встык, поэтому, наверное, хочешь их объединить некоторым образом, а потом обсудить Steam в целом. Я не готов на два раунда Steam обсуждений. Костуй, костуй третью халфу. Пользователи Steam забанили на 20 лет за обнаружение уязвимости сервиса. Спойлер! Все не так просто, как он и рассказывает. Бывший переводчик Steam обнаружил уязвимость в защите сервиса. Valve, однако, после обращения в техподдержку получил бан до 2038 года. Дата релиза киберпанка. Соответственно, чувака зовут Кабу. Есть обновление истории. Начнем сначала, наверное. Он рассказал, что получил бан до 2038 года из-за того, что обратил внимание сотрудников на проблемы в защите онлайн-платформы. Он обнаружил способ блокировать других участников в сообществах в обсуждениях, даже если они в них никогда не участвовали. По его словам, будучи модератором любого из игровых центров в Steam, пользователь мог заблокировать геймера, даже если тот не оставлял комментариев. Для этого требовалось лишь заменить идентификатор поста в коде страницы. Наверное, не Кабу, я по-русски читал, наверное, это его английский никнейм. Правильно читать Кейби, я подозреваю. Кейби. Кейби обнаружил способ блокировать других участников в обсуждениях. Сообщил об этом в техподдержку, однако на протяжении я Кабу, неправильно назвал, я сказал Кабу, это Кейби, у него же английский никнейм, а я прочел Кабу. Дебил. Кейби сообщил... Нет, это Кабу, создатель Пикабу. Мне нравится, мне нравится все, что он Кабу, это одновременная обезьянка из Алладина, Абу, очень милый, между прочим, это очень позитивный персонаж. И как бы и создатель, да, 2Ч. Ну ладно, Кейби сообщил об этом Кабу, Пикабу и... А, Пикабу точно, господи. Это я сейчас придумываю на лету, Захар, остановись, хватит верить моим словам. Просто Кабу, Пикабу, все, дальше мое размышление не идет, просто похожие слова ха-ха-ха. Ты продемонстрировал готовность к доминированию на примере супермаркета, поэтому я стушевался, естественно. Короче, Кабу, который не Кабу, а Кейби сообщил об этом в техподдержку, однако на протяжении нескольких месяцев уязвимость так и не устранили. Чтобы обратить внимание техподдержки на эксплойт, Кейби запустил своего друга, забанил, простите, своего друга с его согласия. После этого сотрудник техподдержки Steam по имени Джек выдал Кейби шестимесячный бан, объявив, что пользователь злоупотребил функциями сервиса, что, по-моему, справедливо. В апреле Кейби обнаружил еще одну проблему в Steam, связанную с системой самоблокировки аккаунта Self-Locking Tool. Инструмент позволяет ограничить возможности собственного профиля в случае, для предоставления аккаунта необходимо перейти по ссылке в письме, подтверждающем блокировку, или ввести соответствующий код. В электронном письме сотруднику техподдержки Кейби сообщил, что ему не удается восстановить доступ к своему аккаунту по предоставленному коду, однако, если ввести пароль в верхнем регистре, система его принимает. Сотрудник техподдержки сообщил, что передаст информацию программистам. Спустя некоторое время Кейби решил проверить, исправлена ли ошибка, откнулся на очередной эксплойт. Если заблокировать собственные аккаунты, затем перейти по ссылке для снятия ограничений, то можно избавиться от временного бана в Steam. Удачно все складывается для мистера Кейби. Кейби снова сообщил о найденном уязвимости. Ну, он просто достался. У меня есть подозрение, что он, кстати, из России. Ну, это как бабка. Серьезно. Это как бабка, которая реально... Он по-русски пишет. Да, я понимаю. Он Кейби, значит, он Кабу все же. Он все же Кабу. Кабу. Это как бабка, которая ходит по всяким ЖКХ и другим сложным. Помнишь, про чувака, который на рокет гнал? А-а-а! Это мне очень... Мистер Душный. Мистер Душный. Очень мне нравится Мистера Душного, когда дочитываешь... Типа, когда читаешь обновление у новости, сразу все стоит на свои места. Кейби снова сообщил о найденном уязвимости, однако получил блокировку уже в системе общения с техподдержкой, так как его запрос посчитали повторяющимся. Сотрудник Steam Support заметил, что Кейби разбанил себя и за это выдал ему перманентное ограничение. После многочисленных обращений в техподдержку со страницы Кейби в Steam пропал весь контент, а профиль был изъят из публичного просмотра, потому что Кейби начал злоупотреблять обращением. При попытке изменить профиль пользователю демонстрируют сообщение о том, что его аккаунт заблокирован до 2038 года. Киберпанк выйдет, поиграешь. Также Кейби обращался за помощью в русскоязычное сообщество Steam, однако там ему сообщили, что блокировка выдана, обоснована и снята не будет. После недавнего обращения в техподдержку Кейби выяснил, что эксплойт со снятием бана через инструмент самоблокировки все же устранили. Ура! То есть он не может снять блокировку сам, потому что это устранили, наверное, после того, как забанили господина Кейби. Но! Казалось бы, вот новость, типа такая бедный, несчастный русский человек столкнулся с непонимающим Западом, который его гнобит. И тут как бы появляется обновление у новости, и реально все встает на свои места, потому что я сначала не понимал, вроде логично, ты вроде пытаешься всем помочь, типа ты такой весь, типа самоотверженно банишь своих друзей, там, боишь, одного друга с его согласия, там, вот это вот все, забани меня полностью, и так далее. Но! Да, есть обновление, пользователи сети пожаловались на Кейби и сообщили, что эксплойты, которые он писал, были найдены ранее другими участниками сообщества. Не писал, а писал, простите, ради бога. Также геймеры сообщили, что Кейби банил других игроков и пользовался эксплойтом в личных целях до того, как обратился в техподдержку. Это как явка с повинной, короче. совершил преступление. Сам Кейби заявляет, что банил пользователей за токсичные набеги на его игровые центры. Вагбаны я раздавать, конечно, не мог, это все троллинг и клевета, прокомментировал он ДТФ. Ну, вагбаны, может, и не мог? Ну, просто забанить мог. Плохо себя вел, в общем, мужчина и был наказан. Да, в конце концов, вот что тебе, вот мне хочется реально, я не понимаю людей, которые вот так самоотверженно с кем-то вступают в полемик, особенно с большой компанией. ну, типа, ты, вот, ты, типа, любишь игры, наверное, растет стим, так играй в них, играй, куда ты лезешь, там, что ты думаешь, ты кого-то забай, своих друзей, там, типа, ты еще нашел своего друга, который такой, забань меня, конечно, я так хочу, чтобы меня забанили. папочка забанили. зачем это все? Зачем? Установи кайс гоу, и струляй, все, ну, типа, забей. есть еще фишка в том, что это не очень конструктивный подход, когда ты начинаешь, ну, в смысле, если ты, если твое, ну, агент техподдержки тоже чувствует, когда там, типа, условно, если ты написал про эксплойт, тебя услышали, то есть, твое заявление приняли, сказали, окей, приходите, потом говорить, ну, ты что поправил, а что, а что-то не поправил, да, типа, у тебя вообще не должен догмоновать. Эти, ты не должен, типа, ты стимус получил того, чтобы в нем эксплойт искать. Хочешь пользоваться эксплойтами? Пользуйся, но мы тебя забаним. Не хочешь пользоваться эксплойтами? Напиши об эксплуате, иди дальше. Тебе, проходи, не задерживайся. не важно. Он хотел попасть в Valve, да он же работал переводчиком. мы понимаем, что можно работать на Valve, уборщика можно переводчиком можно гейм на диване это такой момент когда ты хочешь помочь на твою помощь никто не просит ну типа ну реально ну и причем при этом можно как бы конструктивно общаться опять же то есть и серии извините пожалуйста там а вы исправили там не интересно там конце ну не чуть и ними ну вот не исправили они это их делает их сервис это не твой сервис ты не держатель акций они банят через exploit может быть этот как они исправлять то будут что они делать тогда будут как 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 исправлять то свои ошибки ладно я думаю на самом деле надо парочку донатов прочесть ну так и быть так уж и быть они уже к люфт прислал 101 рубль и 30 минут назад да я все хотела прочитать на как это не получалось на магнитик из дойчленда я боюсь что магнитик стоит больше полутора евро к сожалению но я думаю захар справится сам ладно я и моно киним ему я найду что за за 2 евро марку марку найду на конверт камни и марку не найдешь за полтора евро найду но если только почтовую на открытку до почтовую наклеить конечно разумеется а не речь гай 7 составляет 107 рублей говорит скромный донат от работника вилджи арик единственный способ выманить дениса предложить еду позови его к себе на бургеры он как-то сокрушался что полтора года к тебе в гости зайти не можно сокрушался я сам отказывается да он такой он мне кто-то даже говорил что сказал что он боится идти ко мне на бургеры даже думать что это подстава какая-то да он реально обсуждал самую эту тему и такой серии что мол звучит как-то гейски а в гости еще ходят а вы ходили к нему надо было да 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 что типа sounds gay реально было в таком ключе при этом лицо было серьезное возможно это был степ я не всегда понимаю сарказм вот георг меня вообще троллил на два щелчка просто как как сучку малолетнюю реально он всегда всегда стебал так что я думал что это всерьез то есть было так вот это типа типа у тебя два высших образования я не ожидал это не то было это не то было стояли на улице в курилке и ушел дождь георг был в толстовке гэп из капюшоном наброшенным в каких-то таких штанцах чуть ли не спортивных и шел дождь и мы тебе обсуждали что высшее образование у кого какое я сказал что георг выглядит как человек а георг учет загали про второе высшее ада и помоги орса что у него типа два выше дар давания и типа и захар такой я удивился потому что он молод и сначала описать ситуацию потом уже объяснение иначе не даром и захвата как это не тип это не выглядишь как человек который из 2 нет и так я сказал я сказал типа автор образование откуда ты диплом что ли купил он такой типа нет получила что за вопрос странный ну я задал вопрос потому что георг молод я говорю ну ты выглядишь как человек который в принципе мог бы купить себе диплом вот вот моя это единственной херня вообще за все время работы с георгом который его реально подделал он прям такой типа ну захар ты чё ну я реально ерунду сморозил реально ерунду сморозил но я умел в виду не я за это 400 раз извинился просто перед ним дам постоянно то есть это как бы я помню прости у него last of us ремастер поиграть и он такой типа геф можно я у тебя возьму мол я проходил на ps3 на ps4 не хочу покупать он такой захар вообще-то типа не покупать игры это некрасиво брать их у кого-то там и не платить деньги самому это не здорово вот это как бы убивает индустрию я такой блин ладно хорошо сел на свое место работать он такой типа ну ты гонишь что ли ну типа конечно да вот таком ключе то есть он умел какие-то и умеет мы сейчас как будто вы упоминаем нет слава богу с геом все отлично просто прекрасно он он умел вот говорить серьезным лицом для того что и я постоянно велся на дерьмо у меня вокруг пальчиков есть это было весело ну нету ты уже как сказать ты уже эволюционировал да тебе уже так просто не надуришь антипригарность конечно выработалась в некоторой мере вот и последний донат от велдрина спасибо общем гай sims и я понимаю я ему предлагаю еду все это так и работаем с денисом думаешь он турник на турне что за деньги пришел нет его бургером поманил туда вилдерем стал 100 рублей пишет хороших эфиров и бэм в комиксах под его секс было показано что у дженсона механика начинается в районе колен и да там отшпилил другого аугментированную спецагенцию а ночные есть слава богу слава богу я в контексте этого вспомнил дай бог здоровья фильм российский который меня безумно шокирует он называется на краю стою нет очень странный фильм про пограничник я вам уже как-то рассказывал сюжетная завязка которого заключается в том что пограничника берут в плен и ранят его ножом в половой орган и в течение всего это очень маленький нож видимо был не вот и в течение всего фильма он через какие-то эзотерические и полуэзотерические методы старается восстановить себе половую силу а параллельно разбираясь со своими обидчиками для того чтобы в конце радостно вернуться к своей невесте с полностью установленными половыми функциями меня очень удивился звучит не очень меня очень удивил такой подход к съемке фильма вот и соответственно мне рад что мы совсем разобрались на этом эфире в плане аугментированных орган вот хорошо что мы теперь точно знаем что у енжи есть пенис и у адама дженсона есть пенис давай просто зададим вопрос в будущее у кого мы еще ищем пенис а пенис не показали этого какого нормана ридуса в игре дэс трендинг когда он встает к я не сомневаюсь что у нормана ридуса есть пенис давай он работает с каждой задачей посложней я кстати не знаю кто еще механизированный такой вот у дарт мола мне интересно как недавно такая рубили если у него пенис но у него вроде пауч сельская но есть он у него с а есть и мужской а это на как будто вуки вуки просто уже в уку км к а средства для потенции у вселенной звездных воин единственных вывода вы что с у кого в уки вулки и такой и ты будешь Ребят, простите, ради бога Наша фантазия заводит нас Иногда в темные уголки вселенной Наша фантазия заводит вас Во время просмотра Этого странного эфира Спасибо за донат, виноват во всем Велдрен, это он Своими шотсотками СМИ сообщает After Plans vs. Zombies Уволили из Electronic Arts За критику модели Pay to Win Но, как вы знаете Заголовки всегда работают немножко не так Там не все однозначно Я сейчас вам расскажу Разработчик не хотел вводить в свою игру Микроплатежи Но, из-за чего уволили Так и неизвестно Портал IGN выяснил, что автора Оригинальной Plans vs. Zombies Джорджа Фана Уволили из Electronic Arts Несколько лет назад, после того, как он выступил против модели Pay to Win Которую впоследствии Ввели в этот проект В его проект, если быть даже точным Подробностями поделился друг Фана А также Блин, Фан Такая крутая фамилия Дина Пати и Мистер Фан Сегодня у нас вечера Господа фаны Пати Организуют фан-пати Это просто идеально И они смотрят видео, как танцевать тектоник Чтобы быть готовыми Так вот Как сообщает друг Мистера Фана А также известный разработчик То есть, что, я думаю, более важно, чем то, что он друг Мистера Фана Эдмунд Макпилон, создатель The Binding of Isaac И Super Meat Boy И новой игры, которая называется The End is Night В подкасте Roundtable Он рассказал, что фана пригласили на работу в PopCap Где он сделал игру с очень маленькой командой Макмиллан подчеркнул, что Plants vs. Zombies Создавался в первую очередь по формату инди-производства А сам фан очень трепетно к ней относился В 2011 году, когда Electronic Arts приобрела студию PopCap Вместе с правами на Plants vs. Zombies По словам Макмиллана То есть, в 2011 году Компания Киевинск купила PopCap И, по словам Макмиллана Когда издательство предложило приступить к разработке сиквела И ввести в него внутриигровые платежи С моделью Pay to Win Фан заявил, что не поддерживает такие нововведения И не хочет привносить подобные элементы в свою игру Тут надо ответить, что Plants vs. Zombies 2 вышла миллион лет назад На мобильных устройствах То есть, эта история Она довольно, она до нынешнего хайпа случилась Если я все правильно понимаю Потому что Plants vs. Zombies 2 вышла в году в 2013 для iOS и Android По-моему, позже Может быть, чуть-чуть попозже Может быть, в 2014 Я просто, ну, я ее прошел Вторую без единого платежа Там нет боевола Ну, то есть, это просто важно, мне кажется Определить временные рамки Ну, в смысле, очевидно, что это произошло не вчера Или в этом году Ну, у меня возникло ощущение, что это произошло вчера Потому что, как бы, начали муссировать сейчас А, нет И про Plants vs. Zombies 2 многие, к сожалению, забыли Просто вспомнили, но типа Кевин Спейс тоже несчастный Ну, да, да, да Макмиллан утверждает, что после этого Джорджа Фана незамедлительно уволили В данный момент автор оригинальной Plants vs. Zombies Снова работает в индустрии видеоигр и трудится над проектом Octageddon Портал IGN обратился к Джорджу Фану За комментарием разработчик пообещал выступить с коротким заявлением Он уже выступил, я вам сейчас и расскажу За последние несколько недель Вообще, астрологи объявили месяц избиения электронной карты Реально, палками, с саными тряпками просто Они не хотят на работу, наверное, идти С утра просыпаются такие сотрудники Ну, блин, зачем? Я не хочу заходить в интернет Нет, просто у них заблокирован интернет С помощью устройства, о котором мы сейчас расскажем В следующей новости Потрясающего И интернет можно разблокировать за маленький микроплатеж Да, да, да Так вот, обновление поступило вчера вечером Согласно источникам редактора портала Котоку Джейсона Шрайера Перед своим увольнением Джордж Фан работал над другим проектом А не над сиквелом Plants vs. Zombies Об этом журналисту сообщил бывший сотрудник PopCap То есть не факт, что его уволили из-за его неприятия микроплатежей Но Сам Фан подтвердил, что был против введения в Plants vs. Zombies 2 условно-бесплатной модели Однако не уточнил, было ли это связано с его увольнением Что касается недавних слухов То, что меня уволили из электронной карции PopCap Правда, пишет он в Твиттере И то, что я был против условно-бесплатной модели в Plants vs. Zombies 2 Тоже правда Пока Это все, что я могу сказать Ну то есть он не говорит, что одно зависит от другого Он просто подтверждает факт того, что он был уволен И то и другое было И что он был против Но никак не связаны эти две вещи Видимо, есть определенное количество нюансов между этими двумя фактами Я хочу сказать, что у нас не очень грамотно составлен заголовок Потому что Plants vs. Zombies 2 это не pay to win Во всяком случае, та часть, которая... В таком виде, как он вышел, да Во вторая часть, когда вышла Я ее прошел целиком, не заплатив ни рубля Вот Без каких-либо проблем Ну то есть это было нелегко, но я с удовольствием Она очень сложная, да Там количество попыток, по-моему, покупается Если я не ошибаюсь В том числе Там можно покупать какие-то определенные, по-моему, растения Это да, бонусы И, по-моему, количество попыток тоже Если я не ошибаюсь Либо надо задрачивать на три звезды Для того, чтобы тебе давали этот склад А, там просто, чтобы что-то разблокировать дальше Тебе нужны звезды Но так как я человек, который любит задрачивать просто так на три звезды Поэтому я как-то даже не почувствовал момента, где с меня что-то требовали Ну, в нее было, скажем так, ну, временами надо было от нее отдыхать Скажем, если бы не хотел занять Но я лишь на сколько прошел, типа, за несколько дней Да, и, соответственно, но Pay2Win'ом это назвать нельзя Это была не очень агрессивная монетизация Вот, я не помню, вышла ли она на других платформах Вышла ли она на ПК в итоге Вообще, Pay2Win' к однопольским играм Это применимая фраза Потому что мне казалось, что Pay2Win' Нет, Pay2Win' Ну, то есть PayWall, да Pay2Win' прямо Pay2Win' актуален же в мультиплеерных играх Ну, фиг его пойми Ну, условно, сталкиваешься с боссом Ну, не пройдешь ты, пока не купишь себе бонус Ну, это Pay2Win' Ну, либо, ну, да Ну, мне кажется, суть-то всем ясна Это как назвать Я слышал тоже чаще, что это называли Pay2Win' Но Pay2Win' это в целом, как бы, такое явление Когда ты стукаешься об стенку И тебе точно надо задонатиться Что случилось, Господи? Не знаю, кто-то напился Опять Паша мемасами жонглирует Вот, и, соответственно Тут немного другая история По сравнению с тем, что, допустим, было В Battlefront 2 на старте До первого Ньюарфа Это вообще, считайте, что... Ну, об этом мы, кстати, поговорим сегодня в теме дня В которой, ну, в которой есть доля здравого смысла Вот Я просто, я смеялся Я посмотрел трейлер Акт-Эгидон Новая игра, кстати, для План-Суэрсеномбис Ну, это я так иного в Акт-Дед Вот от тем, нет? Нет, там какая-то дичка Где осьминог садится в робота Начинает все крушить Но при этом трейлер выполнил Включая Некая сцена с осьминогом под водой А потом здание рушится А потом другой осьминог А потом здание рушится Ну, то есть это очень странный трейлер Вот А сама игра двухмерная И ты такой идешь Сайдскроллер Уничтожаешь здание В роли злого осьминога Странное говно Когда-то он сделал величайшую игру Для мобильных платформ Для мам Лучшую игру для мам У меня мама дичайшую угорала Во План-Суэрсеномбис У меня было тысячи наигранных часов Причем там типа Серьезно? Да Это все та же твоя мама Которая любит зуму Которая не любит игры И не понимает, чем ты занимаешься Да, да, да Ну, вот такие она любит Не напряжные, казуальные Как бы там сокровища Монтезума Вот это вот Ну, мам Вот План-Суэрсеномбис Ей очень зашел прям Кроме песенки в конце Вот песенку в конце Она не одобрила Хотя это самое клевое На мой взгляд Мне очень нравится План-Суэрсеномбис Она даже супер клевая Вообще-то овер-дефенс Это очень крутой жанр В том плане, что он ужасно аддиктивный Как и, ну Да, да Как и коллекционные карточные игры Она выходила Она выходила на всем Даже на Нинтендо ДС Она выходила План-Суэрсеномбис Серьезно? Да В конечном итоге Я просто на айпаде играл Не такая красивая версия Как на айпаде Как бы из серии Графику а-ля флэш Она не обрабатывала Там было немного пиксельное А там же очень много нишоты Вот эти вот цветочечки Такие классные Эти подсолнушки Вот и так далее На айпаде, конечно Лучше смотрели Да, как они танцевали И, кстати План-Суэрсеномбис Гарден Вафайя Тоже две отличные игры Были на две части Вполне себе хорошие Это совсем другой жанр Но они вполне Вот в нише таких Типа казуальных Майн-шутеров Они были очень хороши Так что вот Вот такая вот Вот такие пироги Перейдем к новостям Уродска, пенисов, енисов Чего угодно вообще Потому что Это просто потрясающе Новости уродских енисов Назовем так Выступает с этой новостью Захар Бочаров О, спасибо Большая честь для меня KFC выпустили палатку Которая блокирует интернет С огромным полковником Сандерсом На крыше Ну, то есть такое Кок-блок просто Еще если Зайдешь внутрь Узнаешь тайну кока И если Восклицательный знак Сеть ресторанов Быстрого питания KFC Выпустила палатку Которая поможет Сбежать от интернета Какая Мы в Мэдисон Такой Заныривать туда Закрывать дверь Остается жить Не, мне кажется Реально Это Это для Этих Для работников Electronic Arts У них теперь Офис На против Гигантской палатке Где нет интернета Чтобы они могли спокойно Типа работать Палатка Которая в общем Поможет сбежать от интернета Как говорится В описании товара Она способна блокировать Интернет подключение На любых устройствах Блокировать ваш будущий секс Она способна Мне кажется Палатка делалась По примеру Иглу Жилища эскимосов Она изготовлена Из стального Основания На которой натянута Серая ткань Сверху на палатке Расположился Гигантский Полковник Сандерс Но главная прелесть Дверная ручка Которая выполнена В виде куриной ножки Это правда Предлагаю Постримить из нее Да Эфир из нее Это не знаешь Разрушители мифов Артаваст Захарбыч И Паган Болоцкий Стримят Из куриного жилища Там нет интернета Как вы это делаете Причем чтобы нам не помогали Проводной это интернет Может работает Надо не знаю Не знаю Надо посмотреть А йота тут ловит А роуминг А мобильный А если найду Стоимость антиинтернет Палатки Неправильный перевод С Алиэкспресса Как у них вот всегда Куриная ножка Палатка Интернет Блокировать Мама Попа Бить Когда еще Алиэкспресс Не был популярен В России Но тем не менее Я так понимаю Был у некоторых людей Доступ И попадались Некоторые названия Знаешь На русском Это Распылитель власти Вот Есть отдельный Твиттер аккаунт На который я подписан Где я собираюсь Все это лучше Ну я Часто это уже не так Ну то есть тогда Это понимаешь Это как Алмаз Ты находишь В интернете Распылитель власти И заяц Со вспыхивающими ушами Это вещь Которые я принес с собой Из прошлого А заяц Со вспыхивающими ушами Не знаю Без понятия В общем Мне просто Это знаешь Это как легенды Передаваемые из уст Звучит по-китайски Очень Заяц Со вспыхивающими ушами Который в день полнолуния Бежит по небосклону И роняет Не знаю Кал Кал на тебя А если уронил Значит будешь счастлив Я просто не знаю Реально Заяц И распылитель власти Даже так круто Распылитель власти Это идеально Ты просто заходишь в комнату Распыляешь И ты имеешь власть Это очень очевидное Изобретение Это следующее Великое китайское Изобретение После пороха Колеса И так далее Это нормально Абсолютно Я не удивлен Причем китайцев много И у них коммунистическая партия Соответственно Им пригодится Эта история А вот Заяц с горящими ушами Это Соспыхивающая Это важные нюансы Это два разных категории Вот И по поводу Палатки KFC У меня возник Один главный вопрос Когда я его увидел Нахера? Нет Глупый вопрос 10 тысяч долларов Всего лишь Да 10 тысяч долларов Это 60 тысяч Господи Прости 600 тысяч рублей Полмиллиона рублей Что можно сделать На полмиллиона Купить И смотрите В этом мире Появилась еще одна Бесполезная вещь За 600 тысяч рублей То есть сначала Это был Как бы Предейтер За почти 700 тысяч рублей Ноутбук Он очень крутой Но Он очень дорогой За 700 тысяч А теперь появилась еще и палатка То есть на лям 200 Ты берешь Покупаешь ноут И садишься в палатку И ты дебил У тебя интернета нет Что ты делаешь Что ты будешь делать Я в другом городе Я в другом измерении А если дверь открыть Интернет появится Войдет Да Задует У меня важный Главный Важнейший вопрос Можно ли сожрать ручку Любую ручку Можно сожрать Если ты достаточно смелый Это как everything is deal If you brave enough Вот как бы Ну Я Everything is Куриная ножка If you brave enough Прикинь настоящая такая Куриная ножка Конечно Я так и представляю Это зубарь Сейчас я открою дверь Вот черт Подожди Я отщипнул кусок Сейчас нет Сейчас открою Да Да Разрешите А потом она загнивает Знаешь Что бы Флесенью покрывает Поцеловать ваши ручки Надо каждый день Менять осенью Дверную ручку Вот в чем секрет Монетизация этой палатки Микротранзакции Куриные ножки Какой секрет монетизации Эта вещь создавалась Без оглядки на монетизацию И здравый смысл Совершенно очевидно Что? Нет Вы посмотрите Как это выглядит Ну серьезно Ребят Полковник Сандерс почил Почему он своими Огромными руками Он как будто лежит Женой Он обнимает Это и есть его Мавзолей Ты понимаешь Это он и есть Это его кукла Живая И он такой Смотрит с небес А он разум Ширнокожий Нет Жаль Интересный ход мыслей Но нет Нет Как-то так вышло Был период жизни Когда я думал Что полковник Сандерс Чернокожий Почему полковник Сандерс Обнимает людей Которые сидят внутри Без интернета Что? Что? Что не так? Мистер Сандерс Вопрос сегодняшнего дня Генди Значит Адам Дженсен Полковник Сандерс Есть ли у палатки Полковника Сандерс И пенис И используется он В качестве лампочки Ты понимаешь Почему вот тот парень Такой счастливый И ты понимаешь Где находится этот парень Да? Попробуй подумать об этом Он уже представил себе Палатку в виде Гензи Который так это обнимает И внутри ты не можешь Играть вовер ввоч Внутри этой палатки Потому что Нет, ты не можешь играть В других персонажей Вовер ввоч Эти как они Если у Ты не можешь играть вовер ввоч Потому что ты играешься С Гензи Если отряда Риск Будет палаточный городок Условно Быстрого реагирования То он будет выглядеть Как палатки с Гензи Ну блин, ребят Я надеюсь Паша вам показывает Этот снимок Это абсолютно Какое-то чудовищное Ну типа Там говорят Скриптане в палатке сидит Я думаю Если мне Если представить Просто без палатки Вот почему У него дикция неясная Я понял Если Ручку жует Если представить Сандерса без палатки И такое говно Тебе приснится Представь Вот это вот На руках бежит к тебе Вот как бы голова И руки Вот-вот-вот Во сне Знаешь Я не испугаюсь Я прошел Три Дарк Соуса И Блок Борна Реально Это из Дарк Соуса Он похож на мразь Даже из Блок Борна Просто белого цвета Или он может летает Я не знаю Это реально Это супер дичь Но Блин Это киевси палатка Что ты мне сделаешь Срочно вопрос из чата У вас в расписании Хардстоун Будете играть Или что это Или будете играть Просто так Или что-то Вот так написано Типа Такой человек Который очень Это Артем Небось Пишет Сидит Что у вас В расписании Хардстоун Играть что ли будете Сложно сказать Арену Наверное Будем играть Ребят Такой мрази То есть можно сделать Еще косплей Этого Сандерса Палаточного Самое ужасное Что это реализуемо Нам нужен Распылитель Нам нужен Распылитель власти Реально Для того Чтобы побороть Это Ладно Перейдем к теме дня А нет Не перейдем Пришло пара донатов Андерс прислал 100 рублей И Андерс Как там Сандерс Остановитесь Смотрю ЭБМ ради дичи Трэша И угара Кому нужны Эти новости Я рад Что ты пришел Именно сегодня Мне кажется Концентрация дичи Сегодня нормальная Такая Спонсирована КФС И не азиат Скидывает 200 рублей Non-Asian Очень плохо Поменяй Поменяй На Asian 200 рублей Скидывает Чувачки В PSN Со скидки Дают Нио Ниер И Персона Что взять Все Все Три игры Ну типа Они Попали Мне кажется Во много топов Этого года Да Так что Я думаю Что ты не ошибешься Взяв все Но самое Слабое В этой цепочке Если пришлось Убить одного Я бы убил Нио Именно в этой Потому что Она самая короткая Тупо получается Нио Она на 40 часов Чувак Ниер И Персона Ниер Мне кажется Она либо равно Либо короче Ну ладно Окей Но Персона На 100 плюс часов Но Персона Не для тех Кто например Выбрал Нио Или Ниер Нет Ниер Ниер По геймплею Достаточно Динамичной Тут в списке Три японских Игрей Ну да Он понимает Он понимает Но Персона Менее динамичная Она более Персона Это потому что Джерпг Ну смотри Да Есть зерно Правды В словах Паши Это Три разных Жанра Плюс-минус Во всяком случае Два точно Разных Жанра Джерпг И какие-то Экшн Слэшеры Ну да Ну Ниерс Кстати Это довольно забавно Нио это Слэшер Чистый Слэшер Да Ниер Это Слэшер Джерпг А Персона Это Джерпг Да Ну то есть Это Два берега И мост Между ними Да Поэтому Ты не ошибешься Если возьмешь Любую из них Они все хорошие Слушай Мне кажется Сейчас распродажа Тебе стоит взять Как минимум Две из трех Да Возьми персоны И еще что-нибудь И Ниер Ну или Нио Ну очень Ниер Очень крутые впечатления Вот мне кажется Его проймет В плане того Что там сюжет Ну очень крутые Три перепрохождения Ну может быть Он хочет больше Геймплея Тогда может быть Нио стоит Ну да Потому что Сюжетный и персон Вообще Сейчас Черная пятница Вряд ли когда-то В обозримом будущем Каждый из них Будет стоить дешевле Нио сейчас у нас В магазинах Вообще по 799 рублей Придает Версия для PS4 Я не знаю Какой в цифровом Магазине расклад Но типа Возможно Стоит взять все Если ты реально Будешь проходить А не как со Стивом История Потому что Такие крупные скидки В ближайшем будущем Вряд ли будут Бери PUBG Да Бери PUBG Не ошибешься Ну Ладно Давай поможем человеку Вот он просит одну игру Выберем одну Все-таки Ну выберя одну Нир Нир А я Persona тебе рекомендую А я Нио Да А Паша Нио Вот и помогли Спасибо тебе И блин 200 рублей на донат скидываешь Вот уже Треть Нио ты просрал Ну спасибо Ну просрал Ну спасибо 100 рублей она стоит Ну я говорю 799 Ну ты Серьезно? Да Я ее за третей собрал Ну я тоже На старте в итоге Покупал за фул прайс Ну а что Причем я еще рецензию написал Я для себя купил За мобильные Купил Я так и не включил То есть я могу бы сейчас купить Ну есть такая тема Что мол Покупай игры Когда они выходят А время уже найдешь И не жалей Мол Потому что всегда что-то Не ну конечно Это я так В данной ситуации Немножко преувеличиваю Своё расстройство Автомат Лжеденькая скидка Ну так автомата Хорошая Ну Я не знаю Что? А что не так со скидкой? Все хорошо со скидкой Просто ну Тяжелый Тяжелый выбор Да Это как в игре А ты добил в итоге автомату? Я третье прохождение не добил Но второе уже нормально Мне мозг взорвало Третье прохождение надо еще Я до конца года обязательно сделаю Потому что чую Что она в топ попадает Не знаю пока что на каком месте Ладно Сейчас будем сраться Тема дня Тема дня Артоваз Игры Самый дешевый формат развлечений Издатели берут слишком мало денег Это цитата Вот Аналитики Волл Стрит Уверены Что с текущими ценами Игры остаются Самым дешевым форматом развлечений Смотря на наличие микроплатежей Под названием Нетфликс На месяц Да И вот знаешь Я иногда езжу домой От таганки На троллейбусе Вот такой же персонаж Который ты сейчас описал Периодически заходит В автобус И начинает вести его Да Почти Знаешь Начает разгадить с дверями С перилами И вот Но то есть Выглядит это Это конечно весело Но мне кажется Это самое дешевое развлечение Для тех кто Едет в автобус С этим человеком Он просто задонатил За дополнительное развлечение Ему весело А вам нет Сотрудник аналитической фирмы Кейбанк Кэпитал Маркетс Эван Уингрен В обращении к клиентам Заявил Что считает реакцию Игрового сообщества На систему микроплатежей В Star Wars Battlefront 2 Чересчур Остры В негативной реакции На Star Wars Battlefront 2 Со стороны сообщества Мы видим возможность Усилить позиции Издательства Electronic Arts Take 2 И Activision Blizzard Запуск Battlefront 2 Был слабым Тем не менее Мы считаем Что временный отказ От микротранзакций Будет краткосрочным риском Игроки не перегружены Микроплатежами Наоборот Они не догружены Вся эта Кстати это правда Деритесь Ну типа реально Наш рынок Игровой Как сказать Хардкорный Игровой Не казуальный Не киберспортивный Он не догружен Дичью Вот этой Как тебе надо платить За все Просто Если посмотреть Со стороны Тех же мобильных игр То у нас Все довольно неплохо Все познается В сравнении Безусловно Окей Поэтому тут Я с ним согласен Но я не говорю Что надо обязательно Нагрузить Или нагрузить Так как пыталась Сделать Electronic Arts Тут несколько Пойнтов Да Сейчас надо Вся эта история Получила хорошее развитие Потому что Затрагивает Electronic Arts Звездные войны И Reddit А сам случай Придает огласки Журналисты Которые не любят Микроплатежи А вот мрадин Или вот деньги Доносить После релиза Star Wars Battlefront 2 Акции Electronic Arts Упали на 2,5% В связи со скандалом Вокруг микроплатежа Аналитики считают Что снизятся Итоговые продажи А сам шутер Не достигнет Прогнозируемой отметки В 13 миллионов копий Рано еще Говорить конечно Об этом Но мне почему-то кажется Что все будет око Потому что Есть же все-таки Цифровые продажи В ритейле Продажи На 60% Хуже Чем в первой части Ну и по понятным причинам Потому что Тогда Звездные войны Вообще Стартовал Первый фильм Новый трилогий Все там дичайшие Сейчас реально Никакого ажиотажа Вокруг 8 эпизода Я не вижу Ну есть Ну типа легкий Ну как вокруг новых пиратов Карибского моря Например Ну условно Как новых трансформеров Мне кажется Значительно Более Ну то есть Незначительно Чуть побольше Ну в целом Как вокруг летнего блокбастера Скажем так Вот такой вот Но люди ждут Но не так Что типа О боже Это же Что же там будет Теперь как бы Это все-таки продолжение Отношения Немного более проще Ну типа Все уже понимают Чего ждать И нет вот этого Общей истерии Потому что позапрошлом году Истерия была реально глобальной Ну это было возвращение Да И на этом фоне Конечно продажи Battlefront 1 были очень хорошими В качестве примера Взяли Так вот Специалисты сравнили Стоимость времени Проведенного в видеоиграх С другими форматами медиа В качестве примера Взяли геймера Который купил Battlefront 2 За 60 долларов Платит по 20 долларов За внутриигровые покупки Ежемесячно То есть 80 долларов в первый месяц И по 20 долларов дальше Тратит Ну чтобы Если кто не понял Вот И проводит в игре Где-то 2,5 часа В течение года Это гипотетически Ежедневно проводит Я что сказал Просто проводит 2,5 часа в течение Ежедневно Естественно В 2,5 часа В течение года Это все гипотетическая ситуация Естественно Просто чтобы высчитать Среднеарифметическое В итоге Он бы Он бы тратил Около 40 центов Каждые 60 минут На данный момент Час телевидения Стоит около 60 центов В Америке А просмотр фильмов В кинотеатре Более 3 долларов за час Если вы взглянете На данные То увидите Что час Видеоигрового времени По-прежнему Самый дешевый Среди всех форматов Развлечений Говорит Эван Уингрен Количественный анализ Показывает Что издатели Берут с игроков Деньги По относительно Невысокой ставке И возможно Им стоит увеличить Цены Вот По мнению Уингрена Пользователи Скорее приобретут Игру по Звездным войнам Чтобы отбить Свои деньги Нежели купят Билет на Киносанс Звездные войны Абсурдно В каких-то местах Он говорит Какие-то здравые мысли Как человек Который Работает В каком-то Сфере Аналитики Он взял Очень странный Критерий Для оценки Недавно Была статья От Вадима По-моему Когда он рассказывал Почему большие игры Не нужны И он говорит Оценивать Условно говоря Качество игры По игровому времени Который вы В нем проведете Для игрока Это супер абсурдный Способ Потому что Условно Трехчасовой Джорни Отбивает свой ценник Я не помню 15-20 баксов А там Трехсотчасового Ведьмака Который тоже Может отбивать Свой ценник Ты его полностью Не изучишь Потому что В нем утонешь Просто Но тем не менее Оценивать по времени Нужно Но не в формате Что игра Хорошая Или плохая Зависит от времени Но то что Ты платишь 60 долларов За 100 часов И 60 долларов За 3 часа Есть разница Именно в твоем Проведении Просто развлечения Время То есть Смотри Та же Персона О которой мы Сейчас говорили Если я Например Знаю Что у меня Есть 60 долларов Или там Тысяча рублей Вот распродажа В PSN Сейчас У меня есть Тысяча рублей На ближайший Не знаю Месяц Я выберу Персону Почему Потому что Я точно знаю Что я в ней Проведу больше 100 часов Но при этом Это хорошая игра Да Это хорошая игра И ты знаешь Что ты будешь Ну то есть Зачем нужны развлечения Чтобы развлекаться То есть вопрос Насколько ты будешь Развлечен Этим всем Если ты будешь Развлечен тем Что ты 100 часов Выграешь в Персону Окей Кто-то на шестом часу Скажет Да естественно Игра должна еще нравиться То есть проблема В том что мне нравятся Все три игры Я с удовольствием Поиграю в НИО И в НЕР Ну это абсолютно Разный Ну это абсолютно Разный вид развлечения Даже Ну смотри Час в Дарк Соулс И час на ДДР Условно Который ты купил Допустим за фул прайс Ну хорошо Гитархир Вот Это же тоже А не стоит фул прайс На старте Но это абсолютно Разный час развлечения За разные деньги Даже Тебе надо еще Покупать аксессуары Конечно Но это же Аналитик С Волл Стрита Понимаешь Ну да И у него Ему нужна была метрика Типа Все вещи Пытаются Считать С помощью цифр Ну то есть даже Кстати Есть об этом Даже кино Называется Маннибол Про бейсбол Про Я смотрел Он же там Пытается Все как раз Через цифры То есть В этом тоже Есть смысл И логика Безусловно Просто это не совсем корректно Для игроков Которые понимают Что Это для фильмов тоже Ну смотри То есть по его логике Условно Если я к примеру Книгу медленно читаю И она для меня имеет То есть получается Более низкую ценность Как развлечение То есть у меня ее стоимость Делится на большее количество Маленькая стоимость Не равно низкая ценность То есть она Имеет высокую Наоборот Для себя это дешевле Сейчас развлечение Для меня удешевляется Получается Да Ну то есть Ну да Странно Ей круто читать медленно Ну да Типа покупайте книги И читайте медленно И будет различным Не Ну он же просто пытается Прекрасно понимаю Прекрасно я все равно понимаю Но тем не менее Не могу не выскочить эти ремарки Ну безусловно Они есть То есть там Опять таки Первое что приходит в голову Хелблейд стоит сколько 30 долларов Там даже по-моему В комментариях Примеры приводят Хелблейд там проходит И час развлечения Стоит там Типа 5 долларов Несколько долларов Да Вроде бы раскопали Что Мистер Эван Луингрин Он косвенно относится К электроник арс Чуть ли это не Вот этот вот Кей Луиси Кей Кейбанк Capital Markets Они как-то Типа Это где? В комментах? Ну там в комментах пишут Я попытался поискать На рынке Нашли чувака На На Имадж Гуру Выкладывает Сравнение Нашел Есть Набор аналитиков Я просто не могу Здесь разобраться На сайте Electronic Arts Есть Это имя Который относится Кейбанк Capital Markets Нет, ну это можно Кейбанк Кейбанк Рейффирмс Вэйрбай Рейтинг Он электроникарс Сложность Мне очень тяжело воспринимать Настолько Извини Набор аналитика Звучит как Покупаемый предмет Battlefront Да Ну Окей То что он может быть Ангажирован Electronic Arts Каким-то образом Это как бы Допустим Это вполне Обычная история Когда Не знаю Какая-нибудь Компания Фармацевтическая Или еще какая-то Заказывает Аналитику Какой-то компании Я ни в коем случае Не говорю Что электроникарс Сделал правильно Я до сих пор Когда вспоминаю Эту систему Пытаюсь осознать Чуваку Который В DICE Которому Ну или кому Там Не знаю Электроникарс Все-таки DICE разработчик Поэтому они Я считаю Несут ответственность За то Что они сделали Это их продукт Так или иначе Кто бы не был Издателем Вот Человеку Которому пришло В голову Одобрить идею Введения системы Ultimate Team В игре Не спортивного характера Потому что Ну это бред Это точно была Электроникарс Это бред Ну почему Это тема Ну потому что Это явно от издателя Ну я не могу За это поручиться Но я 99% А были новости Где говорили Что такие вещи Приходят в голову Чаще всего разработчикам Тот же По-моему Ничипорчик писал Что история С монетизацией Такой Это часто исходит От разработчиков То есть пожадничали Такое ощущение Ну почему Ну типа разный А нет Чувак из Баовэра Говорил Что типа Иногда просто Разработчики думают О том Как можно типа Сделать прикольнее Еще монетизировать Эту всю историю Баовэр является Приндерством Электроникарса Просто человеку Который Неважно Электроникарса Это или дать Доподлинно Мы не знаем Да Но электроникарс Делал заявление Что они хотят Сделать Ultimate Team В каждой своей игре В свое время Вот Но человек Который Ну тоже Ты же Ты же разработчик Ты же можешь Скай В конце концов Скать Что чуваки Нет Или встать И уйти Как чувак из Попкап Можешь Конечно Чувак из Попкап Сейчас разрабатывает Осьминогогидец Осьминогидец Тоже неплохо Так вот Не все Принципиальные В этом мире К сожалению И это Обладать Ну микро Количеством Микро разума Чтобы осознать Что схема Для команды игры Не подходит В игру Где у тебя Один персонаж Где ты не составляешь Сборную свою Не составляешь Команду Если бы Star Wars Battlefront Был режим FIFA Ultimate Team И тебе нужно было Собрать команду Из персонажей Звездных войн Эта система Работала бы идеально Я думаю Цель была Адаптировать Но это невозможно Это командная система Командной игры Где ты открываешь Из кейсов И у тебя огромные Типа тысячи футболистов А тут персонажи Сколько Десять Пятнадцать Ну двадцать Героев Героев Ну я называю их персонажами Да Так и есть Ну типа Это одна И это только одна Из деталей абсурдности Еще не учитывает По поводу дешевизны Важный поинт Который я хотел сказать По поводу дешевизны Развлечения То что тебе нужен Мощный ПК Слэш консоль Для того чтобы играть Это тоже твои траты Которые делятся На какое-то количество Время Ну это Периферия Джойстики Гарнитура Ты покупаешь один раз И это можешь поделить На условные На большое количество Но это все равно Прибавляет потихонечку К твоим часам Которые ты проводишь В игре Некую стоимость Потому что ты уже Это должен купить Ты не можешь купить Коробку с Battlefront 2 В отличие от билета в кино Ты же не покупаешь себе экран Чтобы в кино идти Ты не можешь купить Коробку с Battlefront 2 И играть в него Тебе нужно Слушай, там мизерная цена Получается Ну типа реально Верение на часы Наверное да Возьми цену консоли Сколько? Ну сейчас 20 тысяч рублей Можно купить сейчас PlayStation 4 С тремя играми Да Вот И подели вот это Даже если не брать Три игры Ну вот PlayStation 4 20 тысяч рублей Подели на Сколько? Ну 5 лет Это получается Ну в час ты будешь Ну копейки Ну в целом да Но если такой дотошный Опять же Battlefront 2 Я могу поиграть 6 часов И забросить ее навсегда Я могу поиграть 600 часов И задонатить То есть там абсолютно Разно Ну я прекрасно понимаю Необходимость найти Способ измерить Стоимость развлечения Но мне кажется Тут слишком много нюансов Которые фактически Нивелируют Мне не нравится другой И мне не нравится Его подход В плане того Что он говорит Типа Можно брать за игры больше Не нужно брать за игры больше Нужно их дешевле разрабатывать Не надо тратить Столько на разработку игр Реально Вот Не нужно Вонзать Космические деньги А потом ныть Что у тебя это не отбивается Если хочешь вонзать Космические деньги Учи сделать это Ну типа Грамотно Учи сделать это Как делает Не знаю Рокстар Разрабатывая Абсолютно Синглплеерную Гигантскую GTA 5 И прикручивая к ней GTA Online Где ты реально можешь Там микропротежи Еще что угодно Реально Вот сосалка денег И вот кто хочет Он идет туда И тратит там деньги А те кто не хотят Не хотят Перепроходят GTA 5 Типа три раза И счастливы Тут история про то Что в целом Разработка уже подорожала А ценник не менялся На протяжении многих лет Это очень много обсуждают Это правда И лутбокс Это один из способов Получать больше За проданную копию Это тоже правда Лутбокс Это хорошая система Просто ее надо правильно Монетизировать И причем Есть примеры Хорошей монетизации У той же Электронной карты Есть пример Mass Effect Я не знаю Я не знаю почему Ну типа Что пошло не так Реально Зачем Ну то есть Я понимаю что пошло не так Желание Обычное желание Любого человека И вас в том числе Заработать С любой фигней Побольше денег Даже ну типа Когда вы что-то продаете Кому-нибудь Словно на Авито Вы же всегда хотите Заработать побольше денег Вот Или продать побыстрее Тогда вы чуть-чуть Снижаете цену Но ваша задача Всегда продать По рыжечной цене Очень редко бывает Когда вам просто нужно От чего-то быстро избавиться Вы всегда хотите Чтобы у вас было Больше денег И то же самое Если это гигантская компания Она хочет зарабатывать Больше Больше И все время пытается Закручивать гайки Максимально Насколько это возможно Вот Просто Очень странная точка Отсчета Я в целом Не против того Чтобы допустим Сюжетная Ну игра должна быть Как я люблю тогда То есть типа Last of Us Red Dead Redemption Zelda и так далее Если это синглплеер Крутая игра Часов на 20 плюс Я согласен Сдалом платить 80 баксов за приставку Учитывая то Что у российских пользователей Это может быть Немножко притянуто за уши Но мне кажется Ситуация довольно Похожая Опыт довольно похожий Был Когда упала валюта Обвалилась Для нас консольные игры Резко подорожали До 4000 рублей С 2 500 И Что случилось Большинство остались играть Просто мы тщательно Выбираем эти игры И стараемся покупать То что нам больше нравится То есть если честно Я скорее не зову Удбоксы А вот ну Если поднимут цену На игру за 10-15 баксов В отношении сингла Безусловно Сейчас речь Потому что сингл Меня интересует больше всего Мне оп Ну то есть Это супер личное мнение Я понимаю Что у этой позиции Куча минусов Но вот если мы заговорили О том что игры Там не отбивают Свою стоимость разработки Мне кажется Частнее было бы Просто поднять цену Но я наверное Не знаю В меньшинстве Не в меньшинстве Если бы Это слушал бизнес аналитик Внутри компании Там даже не Электроник арт Обязательно Возможно он сказал Иди гуляй Щенок Ты ничего не понимаешь Как работает И так далее Я просто типа Со своей позиции Не я понимаю О чем ты говоришь Потому что Ну вот Ну вот тоже Даже если мы говорим Мне кажется Нормальная история На самом деле Я конечно Очень глубоко В нее не Вдумывался Мне кажется Нормальная история Если у тебя игра Длится там Условно От 10 часов Брать за нее Одну цену От 30 часов Другую цену От 100 часов Ну условно От 100 часов У тебя игра Стоит 70 долларов Типа Ну не от Около 100 часов Около 50 часов Но тоже Тут начнется Другая история Тут начнется Махинация со временем Ну да Тут начнется И так И так растягивают И так искусственно Не искусственно А в маркетинговых Речах Всегда завышают Длительность Это правда Редкие случаи Бывают Когда ты такой Поиграл Думаешь Я реально понимаю Почему там Условно 4 400 часов Я понимаю Почему там так Но это надо Определенным образом Играть Если ты будешь Просто проходить Сингл То ты пройдешь За 20-30 часов И все Есть еще такое Что растягивают Специально То есть набивают Квесты Для того чтобы Игра побольше Вот Assassin's Creed Мне кажется Последний такой пример Там реально есть Какие-то филерные Абсолютно Задания Или есть Дырки между Сюжетными заданиями Когда тебе надо Прокачиваться Чтобы пойти На рекомендованном Я все время Перекачан Поэтому Я просто Выполняю Все задания Абсолютно Вот Тебе за это Ачивку Круто Вот И соответственно Есть такое ощущение Что иногда Искусственно Растягивают Но это уже Опять же Это Ну С Assassin's Creed Там немного Другая история Мне кажется Они просто Там есть Действительно Там проблема В том Что у тебя есть Действительно Хорошие задания Которые Многоуровневые Там реально Тебе просто Фигню выяснить А потом Это прорастает В какой-то Гигантский Квест А есть задания Сереподай принеси Да И ты никак Не можешь их отличить И ты вынужден Брать все задания В надежде Что это будет Крутым И интересным И ты не можешь Угадать И это Вот это Меня Есть такое Ты выполнил Какое-то Тебе кажется Какое-то Членение В этом квесте Тебе Задание выполнено Начисляют опыт Даже сдавать не надо У меня неоднократно Было Assassin's Creed Я выполняю Задание И делаю Все вы выполнили Спасибо Вот вам Типа 2000 миллионов Опыта А как же люди Они же ждут Вот этого Типа тема Ну то есть Блин И вчерование Еще вспомнил Правильный пример Подписка на Netflix Условно Она В контексте После того Что можно Усматриваться Круглыми сутками Тоже Ну ты не будешь Усматриваться Можно и играть Круглыми сутками Да Цена часа Еще уменьшится Он берет Какое-то среднестатистическое Для человека Рабочего После работы Ты приходишь Пару часов Играешь Я понимаю Что он пытается Посчитать Просто В целом Сравнивать Кино И сериалы Тогда получится Что и цена Просмотра сериалов Значительно дешевле Чем Цена Кино Тогда То есть Тогда он Мыслит Не цены на игры Надо повышать А цены на кино Надо уменьшать Ну это И это все равно Ну то есть Эта логика Почему кино так дорого стоит Я плачу за два с половиной часа Космические деньги Вот я купил вчера Билет на Властелина колец Который будет в декабре показывать Типа 600 рублей За три часа Это 200 рублей в час Я трачу Да Ну типа Когда я покупаю игру В духе батл фронта Я плачу копеек На западе Билет в кино Вообще стоит Типа Ты от 10 По-моему Обычно То есть Ты еще дороже А ты типа При этом Купив подписку на Нетфлик За те же Не знаю 600 рублей Да Я могу Я просто Я могу Татьясь копейку в час Ну несовершенная Немного несовершенная метрика Ну тоже Понятно о чем он говорит Но это Немного Понятно что он Высчитал Он высчитал просто Затраты человека в час В разных развлечениях Вопрос Насколько корректно Их ставить в один ряд Я считаю что это Абсолютно некорректно Причем Мне не обязательно Отказываться Допустим от кино Если я хочу Проверить Battlefront Вот мне Последняя фраза Меня убила Что с пользователями Приобретут игру По Звездным Войнам Чтобы отбить свои деньги Нежели купить билет На киносеанс Ну как бы ты сразу Такой думаешь Ну да О чем ты вообще говоришь Ну типа Фильм Звездные Войны Все ждут И он как бы При всем При всем Своем несовершенстве И там Относительно Игр Которые являются Интерактивным Развлечением С большим погружением Кино Это другой вид удовольствия Ты расслабляешься Погружаешься Получаешь некий Концентрированный Двухчасовой заряд эмоций А в играх Ты можешь Ну типа часами Ничего не испытывать Кроме там Не знаю Горения До финальных титров Ничего не испытывать То есть Может ты прошел Игру Она посредственная Это того не стоило Например Есть ситуация Вот у меня есть Одна большая проблема Так Ни одна игра Не способна У меня вызвать Ну типа может За редким исключением Желание заплакать Даже Вот даже Кома в горле Не бывает МGS3 Не Ну Я в этом Знаешь В конце Я такой Блин Я такой Смотрел Как же это Круто выглядит Но типа Эмпатии К персонажам Как к эмпатии К персонажам Фильма Или Каким-то Приемом Заставляющим Тебя плакать Не получается А в кино В кино Да В кино Есть определенный Механизм Который вызывает У меня чувства Как бы Ком в горле И прочее А вот в играх Ну не получается Ну ближайшее Что было Это Ласт Гардиан Вот знаешь Можно оценивать эмоции Тогда Количество комов В горло Там В горле Один комок в горле Из десяти Ну 38 попугаев Получается Арик бесчувственный Да Это факт Вот И что хотелось сказать В завершении этой темы Бельгийская комиссия Провела свое расследование Кстати Закончила плотбоксом Ну не знаю Закончила или нет Может еще проводят Она признала это Азартными играми И хочет запретить это На территории страны А в идеале На территории всей Европы Вот поэтому Что будет дальше Посмотрим Пока что Найдут способы Ну мы уже это обсуждали Найдут способы Давай ты будешь покупать Токен Который будет давать тебе Другой токен Да И так далее Соответственно Это Не сложно обойти Мы еще когда обсуждали Тему лоббоксов Мы говорили Механика точно останется Можно вывернуться Можно вывернуться Это наверняка так и случится Ну то есть Возвращаясь к компати И в играх Вот Ну типа была Вот сцена The Last of Us Когда мы с тобой играли Там действительно круто Там реально что-то Внутри начальше шевелится Но с кино Все равно не сравнить С теми эмоциями Которые вызывают Я ванильный капитан Не я понимаю Пальчик покажешь Я уже все Я уже плачу Мне его уже жалко Поэтому У меня и комп в горле И сцена Это МДЖС-3 Я чуть ли не с трясущимися руками Весь вечер ходил Так что это Видишь Это тоже Это все очень относительно Относительно Все метрики относительно Спасибо друзья Что смотрели Нам пришло пару донатов Которые мы зачитаем Перед тем как с вами попрощаться Да Джамайка Блю Маунтен Голубая Голубая гора Джамайки 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 Сказочная Джамайка Джамайка Да Вот 500 рублей спасибо 500 рублей писать С вами ребята Мое больничное утро Стало лучше Швыряет нам бабос Надеюсь Я надеюсь Ты в Джамайке Надеюсь Не заразный бабос Не заразный бабос Спасибо большое Прыщи на лице Мне вчера сказали От такой болезни Передачи себе От телефонов Что? Я тебе расскажу В следующем Спасибо тебе большое Поправляйся Поправляйся И 100 Отправил 100 И говорит ЕА Надо было продавать Сингл батл фронта Отдельно от мультиплеера Сингл за 60 Мультифри С лотбоксами Пускай Pay to win Никто бы Не кричал Им хо Да Никто бы и не купил Да То есть Если бы они за сингл Заплатили 60 Вообще Это интересная мысль Разделить 30 долларов за сингл 30 долларов за мультиплеер За 60 долларов Или там За 50 Все вместе Вот так говорили Про For Honor Тоже из серии Вот сделали бы они Free to play Все бы у них хорошо Ну если бы Про For Honor Проблема другая Что игра просто Не стоит Игра норм Механика норм Там хорошая Механика хорошая Механика боя реально хорошая Концепция хорошая Ну и концепция хорошая В реалиях игры Она не работает Там очень много было Технических проблем Да даже не в те Просто она не работает Эта механика хороша В дуэли Они придумали Крутую дуэльную механику На этом For Honor Кончился Можно не вылезать Из дуэли Условно Ну блин В нее было На протяжении Можно не покупать Лутбоксы Можно не покупать Лутбоксы Ну только For Honor Ну типа ты купил И все доступно Ну да Хотя там тоже Дрочиво было Какое-то Тоже там Надо было ресурсы Убивать Что-то на прокачку И там есть тоже МКПЛДЖ Поэтому Ладно Спасибо Спасибо вам Что смотрели С вами были Еще больше минералов Передача ДТФ За рулем Сегодня сидел Павел Болоцкий За брулем Здесь сидел Павел Болоцкий Артавас Муродян И Захар Вичаров Да Спасибо вам большое Подписывайтесь Приходите на будущие Трансляции Увидимся Увидимся с вами Скоро Завтра Захаром Вы уже не увидитесь Да ладно А сегодня среда Да тогда я прощаюсь С вами до следующего Четверга Четверга Да Я думал ты в среду Приедешь В среду включительно Приеду в среду И буду работать Ну да Все ребят Спасибо Счастливо Пока Субтитры сделал DimaTorzok